Здесь неделю назад в этой студии была министра труда и социальных отношений, министра семьи и труда и социальных отношений Ленара Иванова. Она интересную фразу такую высказала, такую мысль, что самые качественные дети получаются в 20 лет, далее там что-то вроде брака. Я, конечно, понимаю, нас уже тут обвиняют, точнее, ее обвиняют, говорят, что чуть ли не теория Евгеньки. Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Давайте будем честны. Это все понимают, я думаю. Да, то есть он понимает, что чем позже, тем больше, извините, брака, рисков, то есть там появляются уже какие-то болезни. Ну, мы сами сказали, что после 35 лет не получается. Конечно, конечно, просто не получается. И там уже начинаются вот эти репродуктивные технологии, все это эко-криопереносы и прочее, прочее. И вот получается, это как бы уже становится работа врача и мастерство хирурга и вот какие-то такие вещи. А естественным, лучшим образом, на самом деле, в любви рождаются дети в молодости. И это правильно, на самом деле. Давайте немножко все-таки поработаем, может быть, ее адвокатами. Ведь она сказала правду. И ничего такармольного в ее словах не было. Ну, если только сделать небольшую ремарку. Представление о том, что поздние роды – это вред для человека и для потомства, это представление глубоко архаическое, ну, где-нибудь середины 20 века. То есть с тех пор медицина и гинекология, и вот эта вот вся перинатальная сфера, они шагнули так далеко вперед, по крайней мере, в цивилизованных странах, что везде в мире это вообще не проблема, поздние роды. Но Ленар Хакимовна, она же, ну, если там проследить ее путь, ей некогда было книжки читать, она же в профсоюзе работала. Соответственно, ну, человек вот высказал некрасиво, некорректно, неправильно, ну, это уже и качество ее как спикера, высказал вот эту вот кривую мысль о том, что поздние роды приводят к большому количеству проблемных детей. Повторюсь, в цивилизованном мире это давно не так, но в представлении Ленар Хакимовна это так. Да, медицина предполагает, что есть определенные оптимальные сроки родов рождения ребенка, то есть эти, кстати говоря, сроки достаточно широки, то есть от 18 до 35 лет. Ну, это, по крайней мере, в некоторых теориях. Так что, ну, тут я вообще не понимаю, зачем Ленар Хакимовна ходит на всякие интервью и так далее. То есть ей точно нельзя этого делать, ей нужно даже запретить, я думаю, вдруг наш парламент ей запретит законодательно об этом говорить, хотя бы из соображения, ну, самосохранения, потому что она как-то не придет на интервью, так потом, значит, люди про Евгенику начинают вспоминать. Ну, не умеешь, не берите. Нет, но ведь это же мысль не ее, это у нас и министр здравоохранения Мурашко, который, кстати, был на прошлой неделе в Уфе, он тоже эту мысль неоднозначно высказывал, не один раз высказывал, что лучше подумать о семье девочки, чем о карьере и так далее. Нет, у господина Мурашко у него более глубокая мысль, в том плане, что он вообще считает крамольным желание женщины реализоваться как человеку. То есть, женщина, это такое, в его представлении, такой механизм для рождения детей, ну, может быть, еще для приготовления каши, да? То есть, он считает неправильным и негативным стремление женщины, например, сделать карьеру, получить образование, возможно, получить какую-то там материальную базу для создания нормальной и хорошей семьи, а потом только начинать размножаться. То есть, господину Мурашко требуются налогоплательщики и солдаты. Ну, то есть, это общая концепция. А вот эти женщины, которые хотят получить высшее образование, там, карьеру и состояться как личности, они ему глубоко отвратительны. Ленара Хакимовна как могла поддержала федеральное начальство. Ну, повторюсь, ей либо нужно репетировать, либо нужно перестать ходить на публичные мероприятия. Ну, опять же, это не ее тезис. Конечно, не ее. У нее очень немного собственных мыслей. Мы просто видим, что, как и вот по регионам, законодательно запрещают уже даже частным клиникам делать аборты, там, допустим, тот же самый Мурашко, по-моему, высказался за законодательный запрет на контрацептивы или на что-то такое, в общем, да. Нет, на препараты для прерывания беременности. Ну, это типичная картина тоталитарного государства, в котором происходит сейчас, это факт, происходит демографический кризис, причем такого огромного масштаба, на самом деле. То есть, вот подобного демографического кризиса Россия и Советский Союз с ним не сталкивались вот с самого начала 19 века. То есть, вернее, 20 века. В 20 веке такого уровня не было. И сейчас вот он такой низкий, и он еще вниз идет. 40% женщин по опросам, по крупным опросам, отказываются от рождения детей по причине нестабильной социально-экономической обстановки. То есть, вот не потому, что им не нравятся дети, не потому, что они не хотят детей, не потому, что они там там child-free, прости меня, господи, а потому, что они, ну, разумный человек, он смотрит, а мне нужна будет коляска, мне нужно будет там много-много денег на питание. То есть, ребенок обходит сейчас очень дорого. Государство не помогает никак. Леонар Хакимовна сказала, даст Бог ребенка, даст Бог и денег. Вот ее концепция. Ко мне не приходите. Вот. Соответственно, а женщины в России, в мире, они, ну, менее тупые существа, чем они представляются, там, господину Мурашко или даже Леонару Хакимовне. Они все-таки умеют что-то предполагать, рассчитывать и смотреть в будущее. И то, что они видят в будущем, их настораживает и пугает. Вот и все. И я напомню, что child-free запрещенная в Российской Федерации идеология. Идеология, да. И я как раз-таки об этом хотел сказать, что дело не в этом, не в child-free, а в разумном расчете.